Стороны сирийского конфликта заявили о готовности ко второму раунду переговоров в Женеве. Их планируют продолжить после недельной паузы. Пока же завершается первая часть дискуссии. Сегодня последний день, а представители правительства и оппозиции так и не смогли договориться о судьбе своей страны. И прогресса в переговорах наблюдатели пока не ожидают. Об этом заявил спецпосланник ООН по Сирии Лахдар Брахими. Впрочем, по его словам, ощущения безнадежности нет. Я очень рад, что мы все еще говорим, что лед рушится медленно, но он рушится. В пятницу мы обсудим повестку второго раунда переговоров. Я надеюсь, они будут более структурированными и куда более продуктивными, чем завершающаяся первая сессия. Ранее сирийские делегации начали предварительные дискуссии о переходном управляющем органе. Стороны конфликта обсудили, к чему бы они хотели прийти в финале переговоров. До сих пор актуален и вопрос по гуманитарной помощи городу Холмс. Накануне губернатор этой провинции заявил, что операция начнется в ближайшее время. Сразу после того, как местные власти дождутся ответа от координатора ООН, который сейчас ведет переговоры с вооруженными группировками. От них необходимо добиться обеспечения безопасности не только для гуманитарного груза, но и для женщин и детей, которых собираются вывезти из захваченного войной города. Между тем, жители самого Холмса призывают к прекращению насилия и затянувшейся осады. Мы сейчас зависим не от переговоров в Женеве. Мы все зависим от Бога. Мы хотим безопасных гуманитарных коридоров для женщин, детей и раненых. Представители национальной коалиции Сирии заявляют, что блокада старой части Холмса продолжается уже 600 дней. Правительство страны призывает прекратить огонь в районах, где оппозиционные формирования держат в осаде гражданское население или используют его в качестве живого щита. По приблизительным подсчетам там находятся более 700 тысяч человек.